Главы муниципальных образований должны решать проблемы своих территорий самостоятельно. Для этого они избраны и за свою работу получают заработную плату из бюджета округа. С таким призывом к руководителям сельских поселений обратился глава региона Игорь Кошин. Мотивом послужило выступление главы Колгуевского сельсовета на утренней губернаторской планерке. Анастасия Литкова в очередной раз пожаловалась главе региона на доставку продуктов питания на остров. Четыре мешка картошки на все поселение. Глава Бугрино вновь поднимает продуктовый вопрос. И если две недели назад, по словам Анастасии Литковой, в поселении вовсе не было ни молочки, ни овощей, то сегодня глава сетует на то, что их завезли в недостаточном количестве. Не в том, который был указан в заявке. У Наталии Кордаковой, председателя Совета Нинецкой потребкооперации, на этот счет своя правда. У нас существуют заявочки, которые делает продавец. Вот по заявке продавца все было и доставлено. Анастасия Филипповна, овощей и фруктов завезли в общей сложности на 800 килограмм. Ну вы тогда подойдите, с продавцом отработаете, но вы же не заходите туда. Какая заявка? Мы с продавцом уже отрабатывали. Она утверждает, что она заявку делала нормальную руководителю. Проблема во взаимодействии главы поселения и потребкооперации или нежелание первой решать проблему самостоятельно. Непонятно. Но реакция главы региона на ситуацию была однозначной. Я сейчас обращаюсь ко всем главам. Анастасия Филипповна, вам в первую очередь. Вы меня, конечно, простите, но если вы считаете, что главная задача главы кричать о том, что нет картошки, то вы немножко ошибаетесь. Во-первых, на территории есть продавец. Раз. Есть потребительское общество. Два. Пожалуйста, выходите на контакт и отрабатывайте и по перечню, что необходимо, и включитесь в этот процесс. Иначе как-то у нас получается одного, кому немножко себя ведем. Хорошо? Округ выделяет приличные средства на компенсацию транспортных расходов на сегодняшний день. Поэтому отрабатывайте перечень. Перечень по доставке есть, он известен, это не тайно. Отрабатывайте с Натальей Александровной. Если у вас есть проблемы взаимодействия, значит, попросите своего сотрудника. Если вы считаете, что весь округ будет заниматься тем, что будет утверждать с вами перечень, то вы ошибаетесь. Я просто доложила обстановку, что ажиотаж сохраняется. Игорь Викторович, можно добавить? Значит, подождите секундочку. Анастасия Филипповна, вот ажиотаж создавать не нужно. Нужно решать проблемы жителей территории, на которой вы проживаете, на которой вы избраны главой поселения. И получаете заработную плату из бюджета же. Поэтому у меня к вам большая просьба, по перечню с Натальей Александровной отработайте, что необходимо, и с жителями отработайте, хорошо, чтобы не устраивать вот этот вот ажиотаж. От продуктовой проблемы плавно перешли к проблеме островного оленеводства. Отвечая на вопрос главы региона о количестве голов на территории Колгуева, Анастасия Литкова выдала всю правду. Сегодня на острове есть 150 важенок и 14 хоров, тех самых, что завезли в Бугрино два года назад в качестве подарка на День оленя, в надежде возродить промысел. Сегодня результатом таких попыток стало около ста телят, которые, как и взрослые особи, гуляют по острову сами по себе. Семейно-родовое общение четверо оленеводов и крестьянско-фьерверском хозяйстве тоже привлечено четверо оленеводов. Так это вот 8 оленеводов выпасают 250 оленей? Да, приглядывают олени сами по себе и оленеводы сами по себе, потому что они средств никаких не получают, они просто не знают, где взять этот газолин. А купить бочку бензина, как я уже писала, за 14 750 у них нет просто на это средств. Езды выпуков у них тоже нет, потому что их надо отловить для начала и приручить. Разобраться в вопросе островного оленеводства глава региона поручил новому руководителю Департамента природных ресурсов, экологии АПК Сергею Андреянову. Все вот эту переписку, то, что у него глава пишет, что у него газолина нет, что у него оленеводов нет, что у него оленей нет, я вам все это дело направлю, отправьте туда специалиста, вот пусть он посмотрит, что там есть физически и на что глава постоянно просит денег. Хорошо? Значит, Михаил Ильич, у меня к вам просьба, посмотрите, пожалуйста, по полномочиям, чем должна у нас глава заниматься и чем глава занимается. Потому что на сегодняшний день, я еще раз повторю, вы получаете заработную плату из бюджета Нинскоавтономного округа в виде субсидий. Мне иногда кажется, что эти субсидии проще направить непосредственно на население. Тогда нам хватит и на газолин оленеводам, и на доставку продуктов. И будет гораздо спокойнее ситуация в поселении. Глава региона поручил Анастасии Литковой отработать вопросы доставки продуктов и проблемы островного оленеводства со всеми заинтересованными сторонами.